Пробиотики есть формулировка Всемирной Организации Здравоохранения. Это живые микроорганизмы, которые положительно влияют на организм человека или животных при употреблении. И, собственно, мы в нашей лаборатории разрабатываем новые пробиотики, то есть это микроорганизмы, с помощью которых можно приготовить кисломолочный продукт, который содержит полезные хорошие микробы. К сожалению, эта тема пробиотиков и вообще вот таких кисломолочных продуктов, рекламы на ТВ и в других источниках, она дискредитирована чудовищно. И у людей возникает ощущение, что это просто какая-то ложь и неправда. На самом деле весь этот подход пробиотический, это не что-то новое и придуманное сейчас, а на самом деле это то, что было всегда у человека. Дело в том, что человек раньше, очень-очень давно, чтобы сохранить различные продукты питания, он их подвергал, значит, они у него сквашивались, если мы говорим про молоко, про хороших, полезных для организма человека микроорганизмов. И таким образом человек постоянно употреблял вместе с продуктами питания хорошие, полезные микробы. Сейчас, когда мы все замораживаем, когда у нас есть консерванты, различные варианты длительного хранения продуктов, такие подходы уже не используются. И поэтому мы мало используем микроорганизмов в нашем питании. А это очень важный момент с точки зрения иммунитета, с точки зрения нашего здоровья. И поэтому идея пробиотиков заключается в том, что мы сейчас уже осмыслены, различные варианты длительного хранения продуктов, такие подходы уже не используются. И поэтому мы мало используем микроорганизмов в нашем питании. А это очень важный момент с точки зрения иммунитета, с точки зрения нашего здоровья. И поэтому идея пробиотиков заключается в том, что мы сейчас уже осмыслены, мы знаем, что за микроорганизм, мы умеем его контролировать, мы знаем, что он не может нанести вреда. Такое осмысленное возвращение к нашей естественной физиологии человека. Поэтому человек постоянно должен употреблять продукты, в которых содержатся разные микроорганизмы.